Всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться своим мнением по поводу люксовой косметики, которая действительно стоит своих денег. И сразу скажу, что для этого видео я отобрала совсем небольшое количество продукции, и на мой взгляд она не имеет более бюджетных аналогов. Именно по такому принципу я ее и подбирала. Я считаю, что в каждом из этих продуктов есть что-то такое неуловимо особенное, что просто-напросто не могут повторить другие бренды, будь то люксовые или бюджетные тем более. Ну и конечно же я буду не только рассказывать, но и показывать, потому что большая часть продукции нанесена сегодня у меня на лицо, а то, что не нанесено, у меня на это есть отдельные обзоры, где вы сможете посмотреть более детально, с макросъемкой и так далее. В общем-то я считаю, что если уж тратить деньги, то нужно тратить их с толком на продукцию, в которой реально нет замены. Но перед тем, как я расскажу вам о лучшем люксе, я хочу тоже рассказать вам о препарате, у которого тоже нет замены. И если вы мечтали о красивых пышных бровях, то слушайте сейчас очень внимательно. Фармацевтическая компания Нивали выпустила препарат для бровей под названием Фазакс. Это нетипичная бесполезная маселка, это препарат на основе 17% дипексила, признанного в мировой практике трихологов самым эффективным при лечении облысения. Проникая в кожу, этот ингредиент способствует открытию калиевых каналов, тем самым заставляя расти невидимый пушковый волос и превращает его в полноценные волоски, которые становятся гораздо более пигментированными и выглядят намного темнее. Одного флакона хватает на весь курс, то есть купив его, вы 100% должны увидеть результат и не нужно покупать снова и снова, пока дождешься эффекта. В среднем брови становятся гуще от 80% до 130% и темнее на 60%. И что самое главное, большая часть эффекта сохраняется на всю жизнь, а не только на время, пока вы пользуетесь этим препаратом. И что еще важно лично для меня, препарат не опасен и не является гормональным. Этот препарат идеально подходит для тех, кто в свое время перещипал брови, либо просто от природы имеет негустые брови, либо вы просто хотите, чтобы они были у вас более густыми. И конечно же, свои пышные брови, это гораздо лучше любых косметологических процедур, на которые вы тоже будете тратить деньги, но при этом вы получите мало того, что непродолжительный эффект, так и намного менее натуральный. А еще у Фазакси есть очень приятная система возврата, аж до 50% стоимости препарата, если вы по прохождению курса вышлите им свои фотографии до и после и оставите отзыв. А теперь самая приятная новость, у вас есть шанс попробовать этот препарат абсолютно бесплатно, так как я сегодня разыгрываю его в конкурсе. Все подробности и условия конкурса будут указаны в описании под видео. Не упустите такую возможность и обязательно принимайте участие. Ну а если вы не хотите полагаться на удачу, то в описании под видео я вам тоже оставлю ссылку на официальный сайт, где вы сможете детальнее ознакомиться с этим препаратом. Переходите и зацените. Ну а сейчас давайте вернемся к теме нашего видео и поговорим о люксе. Итак, первая категория, о которой я хочу сегодня поговорить, это тональные основы. Вот именно тональные основы это то, что я обожаю покупать в люксе, что я люблю тестировать. И вот вы наверняка согласитесь, что далеко не весь люкс в плане тональных, это что-то уникальное. Но я вам хочу сейчас рассказать о двух тональных, которые на мой взгляд действительно уникальны. Более того, они проверены временем, то есть это не какие-то новые релизы, которые вот только-только появились. Это те тональные, которые уже очень многие полюбили, которые многие используют годами и покупают снова и снова. Ну как и я. И оба этих тональных от Estee Lauder из линейки Double Wear. И почему я показываю их обе? Потому что это совершенно разные формулы для разных типов кожи. Если вы не впервые на моем канале, вы знаете мою любовь к вот этой вот баночке. Дело в том, что я считаю, что лучше, чем Estee Lauder Double Wear Nude, для нормальной или склонной к сухости, или сухой, или возрастной кожи не существует ни одного тонального, наверное. Вернее как, это не то, чтобы эксклюзивно, единственная тональная основа, которая мне нравится для этого типа кожи. Но этот тон наиболее универсальный. Вот на кого его не нанеси, вот гарантированно получишь классный результат. По своей текстуре эта тональная основа очень жидкая, абсолютно неплотная, очень тонко ложится на лицо, абсолютно незаметно выглядит. То есть даже при дневном освещении никогда не будет ощущения, что вы заштукатурены, что на вас слишком много нанесено. Кожа при этом выглядит светящейся, здоровой, отдохнувшей, лоснящейся, холеной. Короче говоря, именно с этим тоном получается эффект дорогого лица. И при всем этом линейку Double Wear еще отличает то, что у нее потрясающая стойкость на протяжении дня. Этот тон тоже не подчеркивает морщины, не проваливается в морщинах, не трескается там. Наоборот, с этим тоном лицо становится как будто моложе даже на вид за счет вот этого свечения и холености лица. Единственное, что я могу отметить, что может не всем подойти, это то, что у этой тональной основы достаточно слабое покрытие. Если есть какие-то недостатки на лице, которые вы хотите перекрыть, то она их, скорее всего, не перекроет. Она просто выравнивает общий тон лица, немножко, возможно, скрывает какие-то мелкие недостатки, но пигментные пятна или акне, или сосудистую сеточку вам все равно придется перекрывать дополнительно консилером. А если у вас комбинированная или жирная кожа, то я вам очень рекомендую попробовать классическую версию Estée Lauder Double Wear. Этому тону я не знаю, сколько лет, может быть, лет 10, ну, не конкретно этой баночки, я имею в виду в целом этому релизу. Вот все равно за столько лет, что я пользуюсь косметикой, я не нашла ничего лучше, чтобы подходило для жирной кожи, чтобы стойко держалась, чтобы не блестела, чтобы не сползала с лица максимально долго, насколько это возможно. Причем, если у вас не супер-супер-супер жирная кожа, то вы можете обойтись даже только исключительно этим тоном и не закреплять его пудрой. И также эта тональная основа гораздо более плотная, чем предыдущая, и она уже на лице может перекрыть достаточно много всего, в том числе и акне, и сосудистую сеточку, и красноту, и при этом у нее еще такой матовый, бархатистый финиш. Короче говоря, вот это как будто новое лицо манекена в бутылочке, а вот это как будто набор дорогих косметологических процедур в бутылочке. Но с тональными мы еще не закончили. Я хочу рассказать вам о еще одной тональной основе, которую лично я считаю тоже незаменимой. И это тональная основа от Кулер Карамель. В целом на бренд Кулер Карамель у меня есть отдельное видео. Сегодня я не наносила этот тон, но вы можете перейти под буквочкой А и посмотреть это видео. Там я наносила этот тон, показывала его стойкость на протяжении дня, и во всех подробностях о нем рассказывала. Сейчас просто скажу, что самое главное, что отличает этот тон от всего, что представлено на рынке, это состав, потому что Кулер Карамель это органический натуральный бренд. При этом, как видите, это стандартная тональная основа, это не минеральная пудра рассыпчатая, это не прессованная пудра, это не еще какой-то геморрой, который вот обычно связан с чем-то натуральным и органическим. Это абсолютно привычная для нас текстура, абсолютно привычная для нас баночка с помпой, абсолютно обычное нанесение, но в то же время этот состав на 90 там с чем-то процентов является натуральным и органическим. Поэтому, если у вас проблемная кожа, если у вас чувствительная кожа, или если в целом для вас важно пользоваться натуральной косметикой и избегать всех этих спорных ингредиентов, то очень вам советую обратить внимание на кулер карамель. Конкретно вот этот тональный увлажняющий, в его состав входит гиалуроновая кислота, причем не где-то там болтается в конце списка, а действительно достаточно высокий процент здесь гиалуроновой кислоты. И это ощущается, потому что этот тональный хорошо увлажняет кожу и не просто создает этот как бы декоративный эффект увлажнения, как та же Estée Lauder. Лицо у меня светится, конечно, красиво выглядит, но это декоративный эффект, когда здесь вы получаете реально вот такую вот небольшую долю ухода за счет вот этих ингредиентов и дополнительно еще и декоративный эффект. Еще один просто жутко дорогущий косметический продукт, но который реально стоит своих денег, это консилер от Cisley. Ох, когда я заказывала его, я очень надеялась, что он мне не понравится, потому что ценник у него действительно очень болезненный для кошелька. Если вы зайдете в магазин и посвочите всю линейку, вы можете обратить внимание, что там оттенки не телесные, то есть вы не найдете там бежевых каких-то оттенков, там они все светло-розовый, светло-персиковый, какой-то лососевый, потому что в первую очередь это корректирующий продукт для зоны под глазами. Если у вас есть темные круги под глазами, если есть синячки, вены, что-то такое, вот этот консилер очень классно с ними справится. При этом это не тот продукт, который будет выглядеть вот именно розовым или персиковым под глазами. Вот сегодня у меня только исключительно этот консилер, больше ничего нет, и при этом как бы все сливается с тоном моего лица, нет ощущения, что у меня здесь какие-то розовые пятна. Что лично для меня отличает этот консилер, это то, что он очень красиво выглядит на протяжении дня, не подчеркивает морщины, не трескается в морщинах, не делает эту зону старше лет на 10-15. Конечно, это не фотошоп, то есть если у вас есть уже какие-то мимические морщины под глазами, то этот консилер не будет их стирать, естественно. Он просто не будет их подчеркивать, и он будет просто очень свежо и не пересушено выглядеть под глазами. И еще бонус этого консилера в том, что хоть вы и платите такие деньги, но здесь хотя бы вам дают 15 миллилитров, это достаточно большой объем, то есть хватит его действительно на очень долго. Ну и последний решающий плюс для меня заключается в том, что состав тоже у него хороший. Это не органический, не био-бренд, но в то же время здесь нет ни одного неспорного, а не вредного ингредиента, из-за которого бы мнение сразу у меня о нем испортилось. Пудра, на мой взгляд, это тоже достаточно сложный продукт, и далеко не все пудры работают одинаково. И самые-самые уникальные пудры, на мой взгляд, делает один-единственный бренд, и это бренд Hourglass. У меня есть вот такая вот палетка, которая называется Ambient Lighting Powder. Они вообще сейчас выпускают огромное количество палеток, и каждый год у них лимитные тоже палетки выходят. Сейчас, кстати, у них есть лимитная палетка Ghost, и там несколько вариантов пудры, хайлайтер, бронзер и два оттенка румян, по-моему, если я не ошибаюсь. У меня же эта палетка состоит из закрепляющей пудры, хайлайтера и что-то типа бронзера. Но на самом деле это тоже пудра, просто она такая более бронзоватого оттенка. Я ее люблю использовать как топпер для бронзера. Чем вообще эти пудры уникальны? Вы знаете, если и существует фотошоп в косметике, то это вот это. Опять-таки, это не новинка на рынке. Эти пудры выпускаются уже очень много лет, и до сих пор ни один бренд не смог повторить этот эффект. То ли дело в ингредиентах, то ли дело в помоле этой пудры, то ли дело в процессе изготовления и запекания этой пудры. Я не знаю, в чем конкретно там магия, но это просто уникальный продукт. Сегодня тональную основу я закрепляла пудрой Dim Light, и вообще эти пудры абсолютно не имеет смысла свочить, потому что вы ничего не увидите. И, кстати, для их нанесения очень важно иметь правильные кисти. Я рекомендую вот что-то вот такого вот плана, не плотно набитое, гуляющее, и обязательно из натурального ворса. У меня это кисть из ворса шиншиллы. Она очень мягенькая, такая вот гуляющая, верная. И действительно, эта кисть может вот так вот легко поглаживать и полировать эту пудру в кожу так, что это выглядит действительно красиво. И давайте я пару слов расскажу о том, что делает каждая из этих пудр. Если говорить о закрепляющей пудре Dim Light, то она блюрит очень хорошо, добавляет свечение. И я надеюсь, что камера это уловила. После того, как я нанесла Estee Lauder Double Wear Nude, у меня лицо уже, в принципе, красиво светилось. Но после того, как я нанесла сверху еще и эту пудру, оно стало еще каким-то более холеным на вид. Но при этом абсолютно никакого слоя дополнительного на мое лицо не добавилось. То есть, если я сейчас с близка даже посмотрю на себя в зеркало, я не увижу пудру, я не увижу вот этот вот такой мучной какой-то слой, ни в коем случае эти пудры не добавляют вот этого. Их магия заключается в том, что они абсолютно невесомо ложатся на кожу и как будто растворяются и тают на ней. И фишка этих пудр заключается в том, что они как бы имитируют определенный свет. Вот у меня эта пудра называется Dim Light, то есть моя кожа должна выглядеть так, как при приглушенном освещении. А все вы, наверное, знаете, что при приглушенном освещении очень красиво всегда все выглядит, лицо светится, какие-то недостатки немножко скрываются. Если есть какие-то блики, они очень красиво подчеркиваются. И вот я считаю, что да, это то, что делает эта пудра. Еще у меня здесь есть хайлайтер, он называется Incandescent Light. И это ни в коем случае не хайлайтер, который вы увидите как какой-то продукт на лице. Опять-таки, это то, что заставит вашу кожу светиться, но светиться естественным образом. Это даже не просто деликатный хайлайтер. Это просто ваша кожа, то есть свечение вашей кожи, но как будто на стероидах. Но при этом вы никогда не увидите слой пудры. Именно из-за этого вы можете наносить даже хайлайтер на любые участки на лице. Я сегодня наносила над бровью, по лбу наносила, на подбородок наносила. Да, в принципе, чуть ли не по всему лицу я наносила этот хайлайтер. И получила вот это вот обалденное свечение, но при этом оно выглядит максимально натурально. Ну и вот этой пудрой я пользуюсь реже всего, потому что, мне кажется, все-таки она больше подходит для более темных тонов кожи. Я иногда заблюриваю вот эту вот зону нанесения бронзера. Эта пудра называется, кстати, Radiant Light. Ну, не могу сказать, что это мой фаворит. Как я и сказала, конкретно в этой палетке я пользуюсь реже всего этой пудрой. Что касается теней, то здесь в люксе очень опасная территория, потому что очень много есть люксовых палеток, очень много есть люксовых теней, которые, откровенно, очень не очень по качеству. Но есть один бренд, который завоевал мое сердце, и это бренд Dose of Colors. У меня есть вот такая вот палетка, которая называется Friendcation. Эта палетка, по-моему, тоже появлялась в лучшей косметике 2018 года. И вот прошел еще один год, и все равно я считаю эту палетку самой уникальной и самой классной в своей коллекции. Чем конкретно я ее люблю? В первую очередь тем, что здесь есть и матовые оттенки, все, которые мне нужны, и нарядные металлики. Я, конечно, не могу сказать, что это повседневная палетка, потому что здесь из таких повседневных оттенков, ну, наверное, разве что только матовые. Поэтому, если вы делаете матовый макияж глаз, как ежедневный, то вам, естественно, она понравится, и все эти металлики пойдут в ход, когда вы будете делать какой-то праздничный макияж, или макияж на выход, или просто для какого-то особого случая макияж. И также прошу заметить, что металлики здесь, это не просто металлики, которые можно встретить в каких-то других палетках. Это абсолютно уникальные текстуры, невероятно красиво играют на глазах, в них огромное количество блесток, но при этом эти блестки не из тех, которые осыпаются под глазами, и потом по всему лицу размазываются. Это те блестки, которые остаются на ваших глазах и играют на ваших глазах. И я, кстати, встречала такое мнение, что вот эти металлики очень капризные, что они осыпаются и так далее, что их можно наносить только пальцем. Нет ничего подобного, значит, у вас просто либо неправильный подход, либо неправильный инструмент. В сегодняшнем видео я наносила зеленый оттенок кистью, и, как видите, у меня ничего не осыпалось под глазами. Я специально еще незаконченный макияж засняла, для того, чтобы вы посмотрели. Да, под глазами там, может, пару блесточек есть, но в то же время это не то, чтобы совсем там, знаете, все запорошено было. Но дело здесь даже не конкретно в этой палетке. У Dose of Colors есть, кстати, палетки поменьше, там, по-моему, на 5 оттенков теней, и они там тематически разбиты, то есть есть там палетка рыжих каких-то оттенков, есть палетка холодных оттенков, есть палетка нейтральных оттенков. И, насколько мне известно, Dose of Colors официально представлен в России в Литуаль. Я очень сильно вам завидую, потому что вы можете прийти в магазин реально посвочить эти тени. Тени очень насыщенные, очень классные, легко тушуются. Их не надо по миллиону раз наслаивать. Если вы видите средний оттенок, вот средним он и будет навеки. Если вы видите в палетке темный оттенок, он темным будет навеки. Если вы видите светлый, ну, соответственно, он светлым будет. То есть это не из той оперы, что вы в палетке видите черный оттенок, а когда начинаете его свочить или наносить навека, то это, ну, в лучшем случае светло-серый. Ни в одном другом бренде я не встречала настолько классные матовые тени и настолько классные металлические и шиммерные с блестками. Ну и последнее, о чем я хочу вам сегодня рассказать, это помада. Вообще, в целом, у меня, наверное, в коллекции процентов 95 бюджетных помад, потому что они достаточно быстро портятся. И я не могу сказать, что я прям сильно активно их использую, то есть они у меня там заканчиваются. Скорее, они мне просто надоедают или они портятся, из-за чего приходится от них избавляться. Но в то же время, недавно я встретила формулу, которую я считаю тоже достаточно уникальной. И это то, что стоит приобрести либо в самом ходовом для вас оттенке, либо как вариант на выход. Вот у меня это вариант на выход, и это помада от YSL. Эта помада называется Татуаж Кутюр Мэтт Стейн. Это матовая жидкая помада. Но что ее отличает, это ее какая-то уникальная текстура. Она очень тоненькая. Такое впечатление, что вы водичку наносите себе на губы, но при этом она невероятно насыщенная. Абсолютно не плешивит, ее не нужно наслаивать, с ней не нужно как-то играться. Вы ее наносите, она сразу подсыхает на губах, но при этом абсолютно, вот реально абсолютно нет ощущения сухости на губах. И вот если бы эта помада сушила губы, как это делает 99% остальных матовых жидких помад, я бы не сказала, что это что-то особенное. Но вот эта помада действительно абсолютно не сушит губы. Ощущается, как будто это тинт. Вот настолько тоненькая текстура, вот как будто тинт, который впитывается в губы, но при этом это не тинт. То есть если вы хотите ее смыть, она запросто смывается мицеллярной водой или какими-то салфетками для снятия макияжа. То есть она не въедается в губы, но при этом она все равно умудряется быть стойкой. И да, эта помада немного отпечатывается, но при этом с губ все равно она не сползает кусками из-за этого. И что еще очень важно, ее очень легко поправить. То есть если у вас действительно был такой серьезный полноценный прием пищи, после которого вы видите, что где-то она потерлась, вы можете заново ее нанести, и при этом не будет ощущения вот как с жидкими матовыми помадами, знаете, как будто несколько пластов, и второй вот этот пласт уже наносится как пластилин просто. Ну что ж, у меня на этом все. Я очень надеюсь, что вам мои рекомендации понравятся. И если что-то из этого вы будете покупать себе, то я очень надеюсь, что вы полюбите эти продукты не меньше, чем люблю их я. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему палец вверх. Если вы впервые на моем канале или еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И еще YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их не смотрели, можете сейчас посмотреть. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.